В стандартной библиотеке языка Haskell, помимо однопараметрических типов, для которых мы научились писать представители класса типов functor, присутствуют также типы с большим числом параметров. Нам известны двухпараметрические типы, например, тип ether или тип пары. Для таких типов сразу непонятно, как писать представители класса типов functor, потому что они требуют двухтиповых параметров. А как мы помним, класс типов functor в качестве своего типового параметра требует переменной, которая имеет один типовой параметр. Эта проблема решается следующим образом. Мы можем взять и связать один из этих параметров каким-то значением. И после этого наш тип становится уже однопараметрическим. Ну, конечно, не значением связать, а типом связать. Наш тип становится однопараметрическим, например, тип ether int. Это тип, у которого ровно один параметр. Это тип, у которого в левой ветве left содержится int. А в правой ветве содержится что-то, почему, что как раз и является этим типовым параметром. Ну, давайте, прежде чем переходить к типу ether, разберемся, как поступать с парами. Вот перед нами у нас есть представитель класса типов functor для пары. Пара у нас имеет двухпараметрический kind. Если я наберу здесь kind для пары, то я увижу, что здесь у нас ожидается два типовых параметра. Однако, если я пару применю к какому-то типу данных, если я напишу, например, kind для пары, примененный к типу int, то это пара с первым элементом типа int, а второй элемент ожидается, и kind как раз подходит для того, чтобы писать представителя класса типа functor. Второй параметр связывается у нас вот здесь. Таким образом, представителя класса типа functor для пары мы можем написать, связав один из параметров каким-то типом. В данном случае мы просто связываем переменные типы, записывая довольно обобщенную реализацию. Мы помним, что когда мы реализуем представители классов типа, мы можем реализовывать параметризованных представителей. Именно это мы и делаем. Итак, у нас пара со связанным первым параметром является представителем класса типа functor. Ну, каким образом она является представителем класса типа functor? Теперь мы должны f заменить как бы на вот этот вот конструктор. Таким образом, если мы пытаемся расписать то, что у нас получится, давайте здесь в комментарии напишем, какой же тип of map у нас получится. У нас получится вот такой вот тип. Мы пишем, во-первых, функциональная стрелка. Дальше вместо f мы подставляем вот это вот выражение. Подставляем сюда вместо f это выражение. Ну и теперь мы вспоминаем, что на самом деле конструктор типа для пары, он здесь записан в префиксном виде, но удобнее его писать в миксфиксном виде. Мы просто здесь можем заменить s, убирая s здесь, и a, убирая a здесь. И записать это в миксфиксном виде. Ну, понятно, что здесь следующая пара будет пара sb. То есть вот на самом деле для этого представителя класса типа functor тип нашей функции fmap будет именно такой, который я здесь написал. Хорошо, раз у нас тип такой, то что мы можем делать? Первый элемент имеет некоторый произвольный тип s, и наша функция a, b ничего не может с этим типом сделать. Она может работать только с вторым элементом пары. Ну, что, собственно, в реализации функции fmap и написано. Функцию fmap передается функция g, вот ее тип, и передается пара элементов x и y, где x имеет тип s, а y имеет тип a. Нам нужно получить пару из s и b. Ну, для того, чтобы элемент типа s у нас есть, это элемент x. Мы его пишем в первый элемент, результирующий пары. Что нам записать во второй элемент, результирующий пары? Как, имея значение типа a, значение y, и функцию из a в b, получить значение типа b. Ответ очень простой. Применить функцию к этому элементу. Применяем g к y, получаем значение типа b. Вот, собственно, так работает представитель класса типа functor для пары. Ну, давайте посмотрим, после того, как мы написали этого представителя, давайте посмотрим, как он работает на примерах. Ну, например, что мы можем сделать? Мы можем отобразить fmap. Ну, давайте функцию suck возьмем. fmap и применим ее к паре 1. И здесь значение типа char. Char у нас является представителем класса типа f num, поэтому все хорошо. И у нас получается пара 1b. Мы видим, что fmap работает только со вторым элементом пары. Первый элемент пары остается в неизменном, но в полном соответствии с кодом, который мы написали выше. Перейдем теперь к реализации функции fmap, реализации представителя функтора для типа данных ether. Я напомню, что тип данных ether у нас устроен следующим образом. У него это двухпараметрический тип, у которого есть два конструктора left и right. Ну, опять же, если мы спросим, какой kind у нас у конструктора типа ether, мы увидим, что это двухпараметрический kind. И, соответственно, ether нужно передать два типовых параметра. Первый типовой параметр мы связываем типовой переменной e, получаем конструкцию, у которой уже один параметр, значит, мы его можем сделать представителем класса типа функтор. Как у нас будет устроена функция fmap в этом случае? Давайте, как и в прошлый раз, попытаемся написать соответствующий тип. Наш тип будет следующим. В качестве первого... Давайте мы опять скопируем тип функции fmap и заменим переменную типа f на наш ether e. Ну, здесь все проще. Здесь мы просто вместо f должны подставить ether e, ether e и ether e. Вот такой вот тип у нас будет у функции fmap. То есть у нас тип e, опять, мы с ним ничего делать не можем. А в соответствии с определением типа данных ether, тип e это тот тип, который хранится у нас в конструкторе left. А тип a и тип b, соответственно, будут храниться в конструкторе right. Поэтому, когда мы пишем у типа ether 2 конструктора, мы пишем два уравнения, выполняем сопоставление с образцом. Когда мы используем конструктор left, то значение x здесь имеет тип e, с которым мы ничего не умеем делать, нам с ним ничего не нужно делать. Мы просто пересобираем конструктор left, говоря, что fmap некоторые функции на значение, упакованное в конструктор left, просто ничего не меняет. Потому что у нас нет по типам инструментов, чтобы что-то изменять, тип e нам не доступен. У нас есть единственный инструмент, функция g, вот такого вот типа. Но она как раз будет работать в конструкторе right. Здесь у нас имеется значение y типа a, мы применяем g к y, получаем значение типа b, и дальше это примененное значение упаковываем в конструктор right, получая значение типа ether eb. Ну, давайте посмотрим, как работает в этом случае для типа данных ether наш представитель функтора. Мы опять должны взять функцию, пишем fmap, ну, давайте какую-нибудь числовую функцию возьмем, например, плюс 3, и применим к, сначала к конструктору right. Если у нас в right лежит соответствующее значение, то у нас наша функция fmap отобразит нашу функцию на контейнер ether, и увеличит значение, которое лежит в правой, в правом конструкторе. Вообще, в ether лежит либо левый, либо правый конструктор. Здесь нужно понимать отличие пары от типа данных ether. В паре лежит и то, и другое, а в типе данных ether лежит либо то, либо другое. В данном случае у меня лежит единица в конструкторе right. Если я возьму что-то в конструкторе left, заменю здесь в этом выражении right на left, то я увижу, что у меня ничего не поменялось, то есть fmap, то что лежит, если у нас то что лежит в вазер создано с помощью конструктора left, fmap ничего не делает. Конструктор left, он с точки зрения отображения fmap любой функции никак не изменяется. Ну, просто из типов это следовало у нас. Более того, вот эта функция вообще не имеет никакого отношения к тому типу, который тут лежит. Если здесь у меня было число, и соответственно здесь я должен был использовать функцию над числами, то здесь у меня число, но в ветке left может лежать все что угодно. Например, если я поменяю здесь что-то например на строку, то все все равно нормально отработает, потому что функция вообще не имеет никакого отношения к тому, что у нас лежит в типе данных ether, сконструированных с помощью конструктора данных left. Какие еще у нас имеются двухпараметрические конструкторы типов? Есть еще один конструктор тип, который тоже является двухпараметрическим. Это совершенно неожиданный для этих рассуждений конструктор тип, это просто функциональная стрелка. Если мы функциональную стрелку свяжем каким-то значением, мы получим однопараметрические конструктор, ну в данном случае я использую int, но в реализации класса типа functor я буду использовать, конечно, не int. И раз у нас однопараметрический конструктор, то очевидно мы можем написать представителя класса типа functor. Это действительно так, давайте попытаемся написать этого представителя. Вот, изготовка у меня уже есть, instant functor e, и в map мы хотим написать. Ну давайте, как обычно, начнем с с общего типа данных. Напишем тип данных функции fmap, и посмотрим, во что трансформируется этот тип данных для нашего типового оператора. Функциональные стрелки со связанным параметром. Берем эту функциональную стрелку со связанным параметром, копируем это значение, и подставляем всюду, где у нас имеется наш контейнер, f, подставляем эту конструкцию. Ну здесь я поставлю еще дополнительные скобки, чтобы, хотя на самом деле не надо дополнительных скобок ставить, здесь приоритет применения выше. Что у меня происходит? Что такое функциональная стрелка, примененная к двум параметрам? Это обычная стрелка из E в A, поэтому я могу здесь заменить эту стрелку на стрелку из E в A, а здесь заменить эту стрелку на стрелку из E в B, в полном соответствии с той аппликацией, которая у меня была. если мы внимательно посмотрим на получившуюся функцию, а кстати говоря еще вот эти вот параметры можно убрать, эти скобки точнее говоря можно убрать, потому что они лишние. Так вот, если мы внимательно посмотрим на получившуюся функцию, что мы увидим? у меня есть функция из E в A, есть функция из A в B, а мы должны получить функцию из E в B. Оператор с такими свойствами нам хорошо знаком, это оператор композиции функций, поэтому вот такая вот конструкция подходит по типам, и более того, она действительно является представителем функтора для хорошим представителем функтора для функциональной стрелки со связанным одним аргументом. Фактически такой представитель функтора, ну давайте сохранимся и перегрузим наш модуль, теперь уже с написанным этим представителем. Фактически такой представитель функции функтора делает следующее, у нас была функция из A в B, а мы поднимаем это вычисление в так называемое вычисление с контекстом. Смотрите каков у нас тип, у нас функция из A в B превращается в функцию из E в A в качестве аргумента принимается, и здесь у нас получается функция из E в B, то есть как бы к A и B у меня в нашем контейнере подписывается функциональная стрелочка E стрелочка E стрелочка B, то есть была некоторая функция, а мы превратили ее в функцию, которая может из некоторого окружения буквка E на самом деле означает environment окружение, считать некоторое значение и здесь тоже считать некоторое значение из окружения. Потом, когда мы будем говорить про монады, мы увидим, что на самом деле на основе этой частично примененной функциональной стрелочки как раз и делается одна из возможных монад. Но пока мы просто видим, что мы можем реализовать довольно простым образом функциональную стрелочку как представителя класса типов функтов. давайте мы попробуем что-нибудь сделать. Давайте в качестве типа первой функции возьмем давайте напишем map функцию из списков в int это функция length в качестве контейнера возьмем функцию из списков в список ну, например, функцию tail она такова да, только не здесь а здесь надо писать tail мы получим функцию какую давайте просто посмотрим по типам на это выражение из списка в int ну, действительно смотрите у меня а тип а это тип списка у нас ну, там список значений типа значит всюду где я вижу типа я его заменяю на тип списка значений типа тип b у меня тип int потому что таков тип функции length теперь tail функция имеет тип из а в а то есть е у меня это список а ну, теперь где у меня здесь у меня встречается е я заменяю у нас тип списка а а здесь у меня b это int как вы помните поэтому здесь у меня заменяется на тип int ну, вот по типам прошлись заменили эти типы теперь мы видим что применив к fmap length и соответственно tail мы получаем функцию из a vint что нам и возвращает наш интерпретатор ну, дальше мы должны естественно в эту функцию передать в эту функцию передать некоторый конкретный список еще ну, давайте передадим например строку a b c мы получим следующее к строке a, b, c применится tail а потом это получится строка b, c а потом применится length я напомню что fmap на самом деле это не что иное как оператор композиции то есть length композиция с tail а он применен на строке a, b, c вернет нам 2 ну, мы запускаем и видим да, что тип во-первых int но теперь нужно запустить получившееся выражение и получить значение 2 которое мы и ожидали обратим внимание на один очень интересный момент вообще говоря как мы помним функция fmap у нас это функция двух аргументов раз и два однако если мы посмотрим на вызов функции fmap который мы только что осуществили мы видим что функция fmap стала функцией трех аргументов fmap length tail функция двух аргументов это стрелочная функция ну понятно откуда это произошло на самом деле это произошло от того что вместо третьего последнего возвращаемого значения у нас на самом деле в этом случае возвращается функция то есть полиморфный аргумент который являлся возвращаемым значением для нашего для нашей функции fmap на самом деле превратился превратился в стрелку то есть f это стрелка и поэтому у нас у функции появился дополнительный аргумент то есть мы видим что в хаскеле арность функции фиксирована строго только для конкретных типов а когда у нас тип функции становится полиморфным по возвращаемому значению то арность функции в некоторых ситуациях может нарастать